Мы встречали подобных им еще тогда, когда они чем-то владели и думали, что этим они лучше нас. Они называли себя западниками, хотя сами были родом с севера. Они приезжали как туристы, большие шишки, чтобы сфотографироваться на фоне древности или древность купить. Их не интересовало новое, то, что мы делали или выращивали. Но потом ситуация изменилась. Да, с тех пор многое изменилось. Климат стал намного резче. Дождь теперь не просто дождь, а настоящий ливень. А если дождя нет, то его нет долгое-долгое время. Мы привычны к такому. Хамсины, Сирокко, Самумы. Вся наша жизнь это бесконечный зной, песчаные бури. А вот белым пришлось нелегко. Их сельское хозяйство не выжило, так же, как и их экономика. Белолицы были не такими, как бы это сказать, крепкими. Они не умели выживать. У них не было ни соответствующих навыков, ни смекалки. Но они научились. То есть те, кто сумел выжить, научились. Они все шли. Несмотря на угрозы, несмотря на то, что многих мы отправили назад, они продолжали приходить. Мы сказали, что не сможем принять всех. Но до нас недалеко. Они переплывали в Средиземное море на кораблях, крошечных лодках, плотах. Просто плыли. Площадь побережья слишком велика. Невозможно остановить всех. А они пребывали в ужасном состоянии. Истощенные, напуганные, мучимые жаждой, но не могли им отказать. Раньше никто не видел бледнолицых беженцев. Целые лагеря белых беженцев. Их так много. Они бегут в Африку в надежде спастись от хаоса и насилия, царящих у них дома. Поначалу это казалось забавным. Белые были напуганы, как овцы на бойне. Затем они попытались отнестись к этому, как к празднику, к шутке. Но холера и брюшной тиф, захватившие эти лагеря, это совсем не смешно. Мы сделали все, но не смогли спасти всех. Это невозможно. Итак, каждый из нас слышал о ковчеге. Мы посмеивались. А почему бы просто не пойти к горе Арарата, не подождать его? Развлечение. Игрушка для знаменитостей, богатеньких хиппи. И потом он был в Тихом океане, на другом краю света. Интересное инженерное решение. Но тогда мы думали, что это глупость. Насмешка над наукой. Настоящий мир, настоящие проблемы, нуждающиеся в настоящих решениях, а не какой-то эко-бутик. Понимаете? Они погрузились в свой собственный мир, а мы все еще находились в реальном, пытаясь сохранить его для всех, а не только для горстки богатеев. Мы проводили тесты на пригодность ранних образцов ИХАР-корала, ставили разные интересные эксперименты, такие, которые не приходили им в голову. Уменьшали время посева, ускоряли время отвердевания, применяли хирургическую нить для увеличения прочности, делали его более гибким. И людям Ковчега стало интересно, кто это сделал. Затем они захотели узнать об остальных моих заслугах и в итоге пригласили меня на Ковчег. Попросили назначить встречу, последний полет, который они могли себе еще позволить, чтобы перевезти специалистов на Ковчег. Но я отказался. Я не хотел переезжать на Ковчег. Знаю, знаю, это выглядит нелепо. Десятки тысяч беженцев со всего мира пытаются туда пробраться, а меня просят об этом, и я отказываюсь. Но я не хотел бросать свой народ, даже свой новый народ. Я думал, что должен остаться и помочь. И, возможно, так бы и поступил, но Ковчег предложил мне безопасность. Я боялся. Боялся, сидя в собственном доме. Боялся своей страны. Боялся завтрашнего дня. Было похоже, что ситуация будет ухудшаться и дальше. Внезапно я осознал, там не было будущего. Было так странно покидать свою страну самолетом, в то время как почти уже не осталось пассажирских перелетов. Как тяжело было видеть лица тех, кто не мог улететь с нами. Как подобрать слова? Есть ли такие слова? Ведь их города вот-вот должны были уйти под воду, а некоторые уже затонули. Время волчьих законов. Я все еще вижу лица этих людей за ограждением, чувствую, как они сверлят меня взглядами. Они знали, что их ждет, в то время как я буду в безопасности. Последний рейс. Последняя возможность попасть на Ковчег. Наш борт со значком Ковчега на фюзеляже стоит на дозаправке. За оградой, насколько хватает видимости, стоят люди. Тысячи глаз смотрят на нас. Пилоты запускают двигатели, и толпа издает рев. И ограда не выдерживает. Охрана сдерживает людей, сколько может, но предупредительные выстрелы больше не могут никого напугать. Один из охранников жертвует собой, привлекая внимание толпы и дарит нам несколько драгоценных секунд, чтобы мы могли взлететь. Он отдал свою жизнь, чтобы сохранить наши. Он верил, что моя жизнь, мои знания и мой опыт намного ценнее. Я вспоминаю его каждый день. Мы еле успели. Самолет выкатился со взлетной полосы, едва приподняв нос. Шасси задевало верхушки деревьев, когда мы поднимались. Я слышал, как пули бились о корпус самолета. А затем мы полетели не к морю. Пилот развернул самолет и отправил его к земле. Позже он объяснил, что пытался сбить с толку любого, кто захотел бы отследить наш курс. Но тогда... Тогда земля была последним местом, где мы хотели бы оказаться. Убедившись, что за нами нет слежки, пилот отправил наш самолет над морем, держась в недосягаемости радаров. Я понемногу успокоился и уснул, но осознал это только тогда, когда кто-то начал трясти меня. Было холодно. Мы летели так низко над водой, что можно было разглядеть барашки волн. Внизу бескрайний океан. Мы летим в никуда. Что же я делаю? Мы не можем жить здесь. Мы должны жить на суше. А потом я увидел сигнальный буйок, а за ним один из волноломов периметра. И, наконец, сам ковчег. Невозможно забыть мгновение, когда ты впервые видишь башню основателей. Она еще красивее, чем на фотографиях. Как будто целиком из слоновой кости, белая на фоне синего неба. Она рассеивает свет и кажется, будто башня пылает. И огромные площади, где живут беженцы. Грузовые контейнеры, стоящие на якоре корабли. Нижняя часть ковчега тогда еще не проржавела насквозь. Она играла всеми цветами радуги. Казалось, будто кто-то разворошил коробку с игрушками и раскидал их по водной поверхности. Тогда я подумал, теперь это мой дом.